Докшоу Как у вас в целом дела? Мы просто только что выступали для... В шесть часов была тоже съемка, тоже мотор. Мы выступали для людей, у которых нет работы, понимаете? Потому что они в шесть в среду при***лись. Сейчас, я так понимаю, вы все с работы, да? Вы работящие люди. Ну и видно по столам, что у вас и еды больше. Потому что мы им сказали, что бар будет работать, а они такие, на*** нам бар. Они такие, бар работает, а Акша жоку. Бар работает, а я не работаю, он говорит. Вау, ну ты типа богачом притворился. Три пива взял, да? Сумасшедшие, да? Ей три коктейля. А вы мутите или муж с женой уже? Муж с женой. Ну и на*** вам бухать перед сексом. Наоборот, чтоб не было сексом. Я сегодня не могу. Вау, клево. А есть кто вообще безработный в зале? Брат, ты безработный? Безработный? Ты даже не знаешь, что надо хлопать, когда вопрос задают, да? Настолько безработный. Ты этот тест, да, даже не прошел? Реально работы нет у тебя? Временно? Ну, время понятия такое, растяжимое тоже. Ну, по твоему внешнему виду, ты е*** давно безработный. Десять дней? А кем ты работал? Трудовый. И сам проебался, да, в этом? Сам с собой трудовые отношения. Он в конце такой, ааа, себя я не научил, Джин. А супруга работала? Супруга пришел, брат? Вы работаете? Да. Вот тебе ответ, понял? Не, просто каково быть содержанцем, я хотел узнать. Кстати, нет, да, такого выражения? Содержанец. Содержанец? Содержанка есть. Содержанец? Не говорят же так? Содержание есть, это в книге, вот это в конце. А, альфо, а содержанец классно же звучит, как будто ты что-то великое делаешь. Как император, да? Крестоносец, содержанец, император. Содержанец, как статус какой-то, я содержанец. Я содержанец, я мою пол, и жду жену сработаю. Я робот-пылесос. Хорошо. Я содержанец. Не, не про тебя, братан, а то ты думаешь про тебя все. Не, брат. Ну, про тебя 10 дней только твои. А? Робот-пылесос купил. Робот-пылесос купил. А ты из-за получил за то, что ты все это делал? Или ждешь еще? За что? Выплатили, да? Все, ты богач, да? Жене показываешь, сколько у тебя на счету? Вы ебануешься? Смотри, перевод на Каспель. Только миллион скинули, просто лимит у них суточный. Каждый день по миллиону. Сейчас два уже миллиона. Сейчас еще снимать с банкомата 800 тысяч можно, не 300. Да? Вау. Ну, либо люди удивляются, такие, 800 можно снимать? Как будто вы постоянно 800 снимали. Зачем нужно человеку 800 тысяч наличными где держать? Только по 5000 вот так разыгрывать. Чтоб вас в автобусе и кондуктор ненавидел? Это я так понтуюсь, типа давно в автобусах не было, чтобы кто-то сказал, а кондукторов уже нет. Я такой, я просто давно катался. Кондуктора нет в автобусах уже? Да. Теперь электричества нет. Кондуктора нет же. А где кондуктор теперь? Теперь на доверии только. Ты сейчас не угораешь? Когда выходишь с автобуса, водитель говорит, слоу пацан, дай что? На Нурсенди что-то? Да, с хлебом стоишь просто. У меня булка хлеба на выходе. Хлеб держишь, говоришь, я заплатил. Он говорит, выходи. Нет, а как проверяют они реально? Не знаю, как проверяют. Как они проверяют, что я заплатил? Просто государство в какой-то момент говорит, мы вам доверяем. Вы нам тоже теперь доверьтесь. Государство. Астробас, говорит, какой государство? Или сейчас не Астробас? Астробас это вообще какой-то шаттл, кажется. Я помню, раньше было предложение Астробаса. Вот когда я последний раз ездил на автобусе. Позавчера. Ну, на самом деле, в государстве, где люди больше всего ездят на общественном транспорте, это крутое государство. Значит, там все налажено. У нас очень крутое государство. Сейчас, когда ЛРТ поставят, ты будешь летать по городу. Зачем в пробках стоять? Я не верю вот этим конструкциям, которые на спичках держатся. Вы верите, что оно не упадет? Оно, кажется, первый же рейс. Есть оправдание, типа, ну не ебать высоко. Потом эти китайцев ищи по городу. Ты когда будешь жалобу писать, тебе скажут, как будто с пятого этажа упал. Вот буквально же два-три метра. Я тебе вот так скажу. Они не смогут тебя на жалобу ответить. Они хитрые, да, китайцев позвали строить. Если что-то не так будет, езжай в Пекин, общайся. Потом привет скажут. Он, а нет, он делал. Или он, или он. Кто-то из них, короче, всех это делал. Будешь ходить, а ты делал? Так сказал, как будто мы не азиаты. Не, мы не азиаты. Мы не азиаты. Я это тоже, ты это, я, брат. Хорошо, к вашим вопросам под ваши аплодисменты переходим. Так, первый вопрос. Какие три вещи нельзя делать мужчине? Брать один, второй и третий опироль. Вот три вещи. Нет, это очень маленький список, какие три вещи нельзя делать мужчине. У моей жены там 600 пунктов где-то. Какие три? Три вещи. Три вещи. Три вещи. Ни одну из вещей нельзя раскидывать, не там, где она должна была быть. Уже это список огромный. Три вещи. Три моего друга называют, говорит, с ним, с ним, с ним, не выходи никуда. А кто спрашивает это? Ты спрашиваешь? Какие три вещи нельзя делать мужчине? Почему ты спрашиваешь, ты женщина? Какие бы вы хотели, чтобы вещи мужчина не делал? Три вещи. Ты зависла, конечно. Нет, она сидит и такая... Может, у нас интернет тут пинк не доходит? Трансляция долго грузится, сейчас она... Сейчас вопрос дойдет. А ты с мужем вот пришла. Кто это? А муж где? Дома? Она такая реально думает, так, моему мужу, что запрещено? Другу-то... Или муж вот сидит? Это друг твой. Ты пока. Сколько тебе лет? Пока. Пока-пока. Я еще не замужем? Ну? Да нет. Хороший возраст. Эльмира, отлично, Эльмира. Ты вот знаешь, почему не замужем? Потому что ты уже пишешь, нельзя что-то делать мужчине. Она на свидании сидит, говорит, три вещи, которые ты больше всего любишь. Их нельзя теперь. Потому что ты будешь счастлив. Мне счастливым мужчина в браке не нужен. Там уже друг напрягается. Девчонки, согласись, кому нужен в браке счастливый муж, да? Бесит, Джон? Схрена ли ты радостный, да? Особенно, когда, ну, веселиться где-то. Их женщин же бесит, когда ты счастлив с друзьями сидишь. Да. Сильно их бесит. Потому что вы не вместе счастливы. А ты один сейчас счастлив. А когда вы вместе, вы никогда не счастливы. Да. Ходил когда-нибудь с ней на вечеринку к кентам? Потом эта же вечеринка заканчивается тем, что она такая, что-то голова болит. Может, поедем уже? Поедем уже, да? Вы едете домой, и она х***сосит всех твоих друзей. Сегодня, конечно, Серик со своей новой пришел. Ей часы подарил. Ты думаешь, нахуй взял я тебя вообще? Да. Серик этот х***с еще едешь. Ты уже против Серика в какой-то момент. Серик ни в чем не виноват. Ты уже Серика не любишь. Потом, чтобы все это х***сосство разбавить, она такая, не, ну, этот адлет сегодня не д*** нормально был. Да. Обычно вообще долбан. Да и потом так потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, год проходит, и ты в компании ее подруг с их мужьями сидишь, какие-то левые мужики. Которые без друзей остались. Здесь все твои друзья. Она такая, а все у тебя друзья-д***бы. Вот у меня подруги, их мужья адекваты все. Классные. И они там сами п***. И то вы потом с мужиками выходите курить, и на кип, долб. Пусть хотя бы вместе держатся на виду. Да, да, да. Вас как в садик привели. Да. Сами чем-то чё-то п***ят, вы пятером сидите, друг друга нахуй не знаете. Еще возраст разный же у мужиков. И они-то ровесницы, а у них мужья, кто на 20 лет старше, один при смерти нахуй тебе. Ты их ровесник, все перемешалось. Один щегол какой-то сидит. Еще один чепушил один какой-то. Ну, это сын, потому что чей-то. Еще у вас приходит? Самая разношерстная компания в истории. Там нормальных нет мужиков. У жены-подруги какие нормальные мужики? Ты еще самый разношерстный, что ты про каждую из этих подруг все знаешь. Нет, самый разношерстный, что мужики, да-да-да-да, вы же тоже чьи-то подруги муж. Они такие, да-да, у моей, у подруг мужья дебилы. Вы тоже один из этих мужей подруг? Нет, реально же так. Не, ну здесь собрались все те, кто нормальный, да, кажется? Друг, здравствуйте. Не-не, не ты, ты не друг, вон тот друг ее. Ты брат же мой. Ты же брат родной. Как зовут? Ильяс. Ильяс. Ты что хочешь с нашей Эльмира, да? С нашей, она наша. Эльмира, да? Эльмира же, правильно? Эльмира. Эльмира, с Эльмирочкой, что у тебя? Мы сейчас с Халым попросим. Ильяс, ребят. Сколько тебе лет, Ильяс? Тридцать. Тридцать. А, ты просто молодой, да. А что вы дружите? Из-за чего? Квиз. Квиз? А, надо угадать. Ты отгадывала, сколько ему лет? Нет, мы должны угадать, это квиз. Так, давай, погнали. Вы на квиз вместе пришли? Да. Да? А? Музыкальный квиз. Выиграли? Да. Да? Серьезно? А вы вдвоем были в команде? Сколько были? А, вот вы четвером. Да. Вы друг друга не знаете? На квизе познакомились. Кто еще? Да. А, да? Ну, она не самая вам близкая подруга. Я понимаю. Вон там Динара, там на улице Серик ждет нас в машине перепаркованной стоит. Там где-то Айбек. У него пятеры не было просто. Он выигрыш весь забрал с музыкальной квиза. Там шампусик дают. Он с ним сидит. На телефон снимает, ему выйдут, покажут. Смотри, короче, вот так было. Вы вместе ходите на музыкальный квиз и там подружились? Да. А, Ильяс, ты женат? Да. Да. Где жена твоя? Ты че? С какой-то подругой пришел? Вот, а, кстати, Эльмира, вот одна из вещей, которую нельзя делать мужчинам. Ходить с подругами с квиза по юмористическим шоу. Да позвал он. Ну, а уедешь ты с Эльмирой, сучара. Вряд ли ты у него, не спрошу, а кто еще будет? Он, сука, вместо Айбека сидит. Айбек в машине теперь. А камера же там. Женщины Астаны, у кого муж Ильяс. Пожалуйста, проверьте переписку. Спрашивал ли он, кто еще будет на стендапе? Клево. Нет, этот вопрос достоин пяти тысяч. Давайте отдадим Эльмире. Отлично. Эльмира, это вам. Выходи, выходи, выходи. Ты сейчас упрочешь? Нет, ты не передавай. А что ты когда встал, рюкзак взял? Ты думал? Съебется с рюкзаком. То есть пять тысяч ты не съедишь, а рюкзак твой съездят, да? Что там в рюкзаке у тебя? Яйца? Что там у тебя? Контейнеры? Ты что, перевозками занимаешься? Ты с работой? Ты с работой? Ты кто, big four работаешь? Нет, он контейнеры возит вот эти. Он на рынке в контейнере. На рынке в контейнере один маленький. С какой работы ты? А что в контейнерах у тебя? Маленькие дома? Так, сюда сейчас поставим. А, да? От биогруппы, правильно? Ты архитектор? Да. Да, ты там? Что проектировал последнее? Контейнер. Контейнер для еды. Общагу? Общагу что проектировать? Херню какую-то сделал. Общагу проектировал прям? Вот комната, рядом еще комната. Это мой дизайнер, что ли? Потом комната, комната, комната. Вот так берет, вот эту сторону копировать, ставить на эту сторону. КТРЛЦ, КТРЛВ, погнали. И в конце ванна, туалет. Здесь вахтер стульчик поставил. И потом такой, расширить на 46 этажей. Проект закрыт. Ну все, я с рюкзаком, с контейнерами домой. Следующий проект, перекрасить другой цвет просто так. Это оранжевый теперь будет. Хорошая работа, легкая. Проектировал общагу. Собачью будку сложнее проектировать, чем общагу. Это новые дома, где ты слышишь всех соседей в доме вообще. Не только твоего соседа, но с любого этажа. Отгадываешь. Ага. По эхо. Это второй этаж. Так здесь чуть больше слышно. Четвертый этаж. Хорошо. Давайте Эльмире еще раз похлопаем. Эльмира выиграла. Продолжаем. Продолжаем. Следующий вопрос. Почему я пришел на стендап не с женой, а с коллегой? Эээ, Ильяс. Это... Твоя жена должна этот вопрос спрашивать у тебя? Как назвать самца божьей коровки? Как назвать? А кто спрашивает? Кто интересуется? Кто такой? Кто? Это точно мужик задал. Сто пудово. Нет, я. Ты? Зачем? Может, ты мужик с Таиланда? Мы же не знаем. Как называют самца божьей коровки? Вот так называют самец божьей коровки. Божий коров. А тебя как зовут? Эльмир. Сегодня таргет на Эльмир шел. Какие все девчонки такие? Я тоже Эльмир. Как вы так попали? Мы всех Эльмир здесь собрали. Сейчас сожгем, чтобы не было больше Эльмир. Кто остальные постартовал? А ты с кем пришла? С Ильясом или нормально? А? С братишкой. С братишкой? А где братишка? Там девушка же сидит. Вы точно с Таиланда, да? Который не работает? А, который не работает? Это твой братишка? Ему лет 150. Какой твой братишка? Братишка, она разобьет. Она разобьет, твое сердце разобьет. И пламя любви превратится прямо в лед. История нормальная. Все, брат, ты покидаешь наш проект. Это был музыкальный квиз. Надо знать, где останавливаться. Ну, вот Эльяс не знает, где надо остановиться. Вот и вторая причина. Мужчина должен знать, когда остановиться. А когда не останавливаться. Конечно. Как назвать самца божьей коровки? Эльмира. Давайте так называем. Прикинь, сейчас самцы божьей коровки такой. Я Эльмира. Я идентифицирую себя как Эльмира. Эльмира, а чем вы занимаетесь? Бодимассаж, что ли? Что за? Или вы Джеймсон? Что значит целитель души и тела? Или Айдабульская водочка вы? Эльмира. Вы психолог? Нет. Йогист? Нет. Да не нахуй отгадывать профессию. Электрик? Она может быть слесарь и так считает, что она целит душу и тело. Нет. Прикинь, все профессиональные, она такая, я с психушки сбежал. Может, она божья коровка. Не, прикинь, ты перечисляешь, 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 потом обратно по второму кругу идешь, психологанка, да. Вы занимаетесь исцелением душ? Исцелением? Да, я занимаюсь лотажью пяти континентов. Пяти континентов? Да. Нам, мужчинам, достаточно двух континентов. Простату и писюн помассажируйте. Три континента оставьте, вон, братишки, хуй знает. Ильясу отдайте три континента. А что значит континенты? Ну, она то в Азии, то в Африке массирует кого-то. Уловимый массажист. Спины ломает и хуй знает, где ее искать. Интерпол ее ищет уже. Что на жаргоне массажистов означает континент? Одно массаж, пять видов. Пять видов? Боди есть? Вот эти четыре можно не делать. Она такая, гусь пощипали, пощипали, рельс, рельс, шпал, шпал, и писюн, погнали. Какие пятки? Потом домой возвращаешься, ты говоришь, ты что, в боди массажишь ходил? Это гусь пощипали. Это меня гусь как щипнул, что я весь в масле. Закончил сразу все. Класс, пять континентов, классно. Африканский континент, это какой массаж? Африканский континент. Это мужик с огромным членом приходит. Это говорится, рельсы, рельсы. Прикиньте, пластом сюда бьют. Эльмира, массажисты уже что только не придумают в таргет запускать, да? Пять континентов. Массаж пятью континентов. Что это значит? Ну какие виды массажа там? Туйна. Туйна? Туйна? Это когда в конце послаешь его, да? Можно еще массаж? Туйна? Иди сюда. Это мне жена так говорит. Когда я говорю, еще пять минуток по массажеру. Эй, туйна. Туйна? Туйна? Хочна? Кетчуп. Кетчна. Кетчна. Кетчнах. Пять континентов. Туйна. Так, туйна. Ломи-ломи. Ломи-ломи. Рельсы, рельсы. Это рельсы, рельсы. Только в Африке. Современный. Ломи-ломи. Когда долго не хурю, ломи-ломи у меня начинается. Так, давайте третий континент. Вот. Вот. Это суши раскладываешь ты по мне? Калифорнийский. Четвертый. Забыл я уже. Вы точно целитель душ? Она целитель душ? Я же не говорил, что у меня память оху. Она тебе говорит, сначала туйна. Ломи-ломи. Калифорния. Потом дальше делать. А сейчас какой? Эй, пол... А то, что я тебе скажу, б**ь, Ватикан, тебе че-то изменится в массаже? Сан-по? Мис-по? Так, Эльмира. Аюрведический. Аюрведический? А, это просто вы сказали. Нет, аюрведический. Аюрведический. Аюрведический? Аюрведический. Аюрведический. Да, и пятый? Арома. А пятый? масло все-таки есть арома там еще там рома код приходит это масло арома который помнишь было раньше рама брама рама хлеб и рама созданы друг друга давай подожди за на помнишь масло рама было мира 5 5 вот это будет это толпой тебе массаж делает вся шведская семья приходит и на стол продуктами диагнозу мир а эти люди зачем это шведский массаж это шведы но они говорят не на швецке это тебе не должно эльмира вы выигрываете 5000 это был хороший вопрос только мы про божью коровку вообще ничего не обсуждали на что раз я только стоит ваш пятиконтинентальный массаж 167 мужской 67 а женский 65 40 я почему почему типа настолько больше тела на 18 а вы говорите сексизм стране в обратную сторону все так давайте следующий вопрос делают ли трудности нас действительно сильнее о един я не люблю людей которые используют слова действительно тоже философ пришел делать трудности нас сильнее нет нас слабее делаю трудности они на той трудность геморрой у тебя вылазит силе ты стал что сидеть не можешь лежать не может не спать не может сильнее становишься конечно у настоящего мужчин должны быть трудности потому что трудности слова true true настоящий мужчина true man вот ильяс поэтому на двух стульях хочет усидеть и конечно и женой и с коллегой по квизам как научиться шутить на быстро шоу да кажется будет спасибо я же говорю съемка постарайтесь пожалуйста правильно меркуль или мир гуль нет а вы вот смеетесь а моя моя жена за мир гуль у нее казахское имя она приходит говорит свое имя горит а меркуль и говорят мир гуль на меркуль мир гуль пишет чё за такой цветок то праздничный цветок мир цветок ровно метр чтоб мерить и метр гуль тогда это был измерительный цветок кто спрашивает это врач который лечил на жена ты чё в такой рубашке сейчас ты в гавайи где-то потерялся жарко было а ты работаешь где но ты клерк или ты какой-то занимаешь важный пост клерк ты знаешь что это слово значит он домой приходит клерк гей ты откуда сам экибастус класс как тебя зовут хорошо это жена как вас зовут залина вы не выговариваете или да я шучу скажите рик я шучу он про мир гуль задал твой муж шутник до этого он спрашивал как научиться шутить вижу и потом сразу научился почему-то залина класс как переводится ваше имя да золотой лосвет азарина за золотой раз рассвет я залина золотой лосвет золотой лосвет а он мансул мансул и залина мы вдвоем он министел стиле работает он министел 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 и азарина это мансул сука в этом за мир гуль не если вы реально в зале сидите r не выговариваете то сходите к логопеду и вы живете так это я вообще не понимаю как можно r не выговорит вот же же очень легко все типа как можно не сделать вы где-то работаете вы где вы работаете работ потом это выйдет на ю тубе и нас общество кортавых даже сами общество колтавых колтавых зачем зачем вы картавость вставили r чтобы они не могли выговаривать кто я назвали бы это анестезия каким-то словом без р я колтавы всем миром угорать над ними он приходит доктал я не выговариваю л вот же говоришь но вы не умею говорить ты что что сказал вы когда ругаетесь не кричишь не зали на меня хорошо залина чем ты занимаешься дизайнер интерьер смотри умеет говорит как бы и тяжело было работать если бы она не выговаривала дизайнер интелл ела интелл ела что ты вчера ела интелл ела в интерфуде илья сам адекватно в этом зале хотим жену бросил дома она думает песня на работе на на сколько вместе уже двенадцать лет в дать похоже ничего себе за них рад или как говорит заре на 12 лет 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 12 лет по баржалу хорошо не молодцы чё это достойный вопрос давайте дадим 5 путешествие комичные ситуации в аэропортах хэштеги кто-то писал в обзалах что и разных турах ну-ка дай ты думаешь там добрый вечер другие слова кит меня зовут не путешествие комичные ситуации в аэропортах в залах и что разных турах я точно также прочитал прикиньте потому что там одной сильно букву х любит ну пути были путешествия комичные ситуации в разных залах аэропортах каждый раз какие-то комичные ситуации в турах в залах и в аэропортах путешествиях тоже бывают комичные ситуации в аэропорте больше всего не люблю когда стоя вот эти вот за 50 толпа людей проходят вот этот металлоискатель они же ругаются с металлоискатель там просто мы минут сорок с места не сдвигались потому что им говорят снимите часы они металлические он часы снимает там пикает приходит кольцо тоже снимите еще кольцо надо он так снимает пикает цепочку снимите он цепочку снимает браслет с ним и он не догадывается что надо металлическое снять ремень снимите за он уже без трусов головы один мужик воду не хотел отдавать а да я видел такое часто мне мне нравится когда человеку говорят вам нельзя провести шампунь и нам стоит женщина и доказывает я всегда так летаю всегда всегда я прилетела с этим шампунем я снимаю лечу вы мне этот ход он шолдер берете я думаю выкинь его он пьет его или в себя в вещь так нам на это дома выжмет обратно шампунь и я вымою голову снимать кстати бритву вроде можно проносить но надо разделять и я так понял но они думают что этом не соберу и не поштырю них так раза разделять он умеет собирать вряд ли бритву нельзя бритву нельзя но это странная как буду нападать ну-ка бород вот так сделаете боком вот так буду делать даже вообще не опасно у тебя поцарапал просто шампунь запас на глаза на дана просто пилоту голову можно мы летим туда куда я скажу самолет захвачен ваши требования воды пожалуйста а то не пенится что-то два ведра воды в итоге комические ситуации не выиграют но оставим на потом еще пятеро дадим следующий вопрос что делать если часто приходит в гости сонный паралич и ночной жорж жорж буш жорж ночной жорж жорж приходит и кому отдать предпочтение а по паралич когда лежишь тебя кто-то типа душит то она что жоржа ночной жорж написано почитай и на может жор и вы дальше ручку расписывали а реально жорж или журж лучше мне сонный паралич жорж буш младше прям все не снимает и полтора часа так сидишь ты издеваешься что ли ты думаешь я не вижу не бывает таких stories по 20 минут кто снимает то вот она сидит телефон откуда у меня в руках ничего нет 5 сказали 5 камер здесь анка моя шестая будет раньше нас выпустит на youtube у себя на канале что ты делаешь снимать прикинь на сэлфи все время снимала 20 минут себя чисто я не знаю кто такой ночной жорж а кто спрашивает про жоржа ночного это что такое ночной жорж жорик кто такой ночной жорик это какой-то мужик твой ночной жорик чисто в 11 ночи приходит в 20 жене обратно как ильяс как ильяс да ночью хавать да хочется а жорик типа жор ночной жор или ночной паралич сонный паралич а как можно отдать кому-то предпочтение если ты сонный паралич двигаться не можешь но жрать хочет вообще говорят паралич сонный это типа джинны когда грязно я бы я людям доношу информацию надо чиститься адрес понесли эти про джинны вдвоем начали это джинны когда чисто дома может они клинингом заниматься что делать если муж много играет в компьютер пусть выиграет интернет главное продлевать ему и все будет счастлив главное ваш муж не ходит с эльвирой по музыкальным квизом а то на квизы всякие ходит играет в доту я специально скалы левира чтобы запутать следы ильяс чтобы на видео жена такая так с эльмирой или с эльвирой с какой с ломи ломи или рельсы шпалы как жить если у девушки маленькие сиськи это лучше чем когда у тебя большие когда у девушки маленькие сиськи со спиной со спиной к ней обращайся просто не прям совсем маленький маленькие сиськи разные бывают маленькие сиськи это удобно маленькие удобно грудок пробил никакой амортизации про женщину про мужиков а кто спрашивает за трогать женщины кто такой любопышка у нас ты спрашиваешь ты спрашиваешь как жить у тебя маленькие сиськи нет это маленький считается маленькие тоже вот так когда трогаешь нет маленькие сиськи зато бегать удобно нет все маленькие сиськи не проблема есть если вас именно вас конкретно не устраивает можете сделать импланты можете не раздеваться никогда просто и никто на вашу смотри это вы должны сами себе ответить не вне общество должно давить на вас девочки а вы сами должны себя полюбить конечно если вам не нравится ваша грудь вы можете увеличить вы либо уменьшить если лавьерсельф лавьерсельф плейс ты на английском начал ну-ка давай обратно control shift давай продолжать а любить себя как жить нормально жить с маленькими маме кажется что с маленькими сиськами даже удобнее чем с большими да да у этих больших сисичных да но проблема конечно в том что визуально внимание мужчины на привлекают большая грудь не ци можно такие сделать ну что маникюр можно так смотришь маникюр можно да можно татуху здесь сделать здесь может быть ваша реклама здесь могли бы быть большие сиськи вот и сразу в плюсе и с чувством юра девчонка груди а жопа можно качать но это надо на руках ходить вот так все время вниз неудобно смотреть вообще вообще разжалению как и в жизни маленькие сиськи не побеждают но но мы вас любим и от главная душа когда маленькие сиськи душу легче увидеть там растаять меньше между душой и моим взглядом потому что она большие сиськи в основном до душе не доходит мужчина до смотришь вот на сиськах и останавливаются круиз среднего а кризис круиз прикинь да это позитивный психолог это не кричит среднего возраста 9 когда у тебя кризис среднего возраста ты бы снова управляешься в комируется так сказать тоже д Jeff's a cheat about the года realism и больше начнется от куда организм знает сколько ты проживешь, и потом середину высчитываешь. Он такой, ты 82 жишь, 41, долбану сейчас тебе. Среднего возраста. Во сколько начинается? В 40. У мужиков 40 лет. Как он проявляется? Покупают Харли Дэвисон себе. Уходят в творчество, кожаную куртку, разводятся с женой. А, прикольно это же. А что, где минусы? А? Где минусы? Ну да. Разве кризис это вдохновение? Это прозрение какое-то получается. Почему кризис? Он только жить начинает, мужик. По Хабамбая на Харли Дэвисон. В 2 часа ночи эти долбану. Или вот этот в цветном, весь который ходит, 45-летний мужик какой-то. Где ходит? В цветной одежде весь такой, да? Нет, в клубах, в которых мужики же танцуют. В 50 лет. Вот этот кризис. Такой, в очках, в майке, да? Да. Он думает, я все еще молодой. Да, который надо наболеть человеку. Да. Это Докшу. Докшу. Почему мужчины нюхают свои носки? А кто интересуется? Какие у нас... Ты спрашиваешь? Это твой муженек сидит рядом? Какие у нас две разные... Ну-ка понюхай носок, я хочу посмотреть, как ты это делаешь. Нет, мы носки же нюхаем, чтобы проверить, чистые или не чистые носки. Правильно же? Потому что ты их оставил где-то и забыл, отдохнули они или не отдохнули еще. Типа, достаточно времени ли прошло, чтобы они сами обнулились? Сами почистили. Проветрились под диваном, да? Да. И такой... Ну, в принципе, нормально. Но это обман. Они не пахнут. Только надев через 15 минут. Такая воня от них. А что, трусам пятеру не дадим? Дадим трусам. Давайте дадим трусам. Кто это писал? А, вам. Ну, вам. У вас муж носки нюхает. Вам нужны пять тысяч. Купить ему чистые носки. Чтоб не нюхал. Так. Как убедить нумеролога? Что 10 это не цифра? Что ее расчеты не верны. Убедить. Убедить нумеролога. Прикинь такой сеанс. Вы не правы. А цифры говорят... Я не тройка. Я дёрг. Сюцай, сюцай. Сюцай. И что ей лучше сменить профессию? А кто... Кто это задал? Очень интересно. Кто это был? Не видно вас. А, вон. Хлопните или... Здравствуйте. У вас есть нумеролог. Вы пытаетесь убедить нумеролога, что расчеты не верны. Что она спрогнозировала? Замуж не выйдешь? А ты? Не вышла. Пока все неверно. Пока все мимо. Все мимо. Подожди. А ты вышла? В поле с конем выйдешь или... А, Юлимиров 27. Ты уже так говорила. 7 лет ждет. А сколько лет вам? 31. Ну нормально это. Что, уже прогноз сбывается весь? Там коэффициент все больше и больше становится. А зовут тебя как? Таншолпан. Вот, может и им поменять. Да. Может, Таншолпар сделай? Таншолпан с утра зато как-то. Кайф Таншолпан. После бухи. И Тан, и Шолпан сразу. Это какой-то комбо. Красивое, очень красивое имя. Таншолпан, да красивое имя, да. А где вы знакомитесь с мужчинами? Вообще знакомитесь ли с мужчинами? На музыкальные квизы ходите? Отношения были Таншолпан? Долго? Да, с кем? С номерологом. И этот мужик сказал тебе, ты замуж не выйдешь. И ушел. Все цифры забрал. А что, номерологи еще что-то плохое говорят? Я думаю, они всегда говорят, типа, все круто, классно. Ты ему всегда деньги даешь. Он говорит, вообще классно. А это такой номеролог. У всех у меня у тебя Таншолпан. У всех у меня. Только хорошее. Пришла он такой, Шолтаншолпан. Тут у тебя по цифрам. Вот до этого у всех все хорошее было. Ты первая за 1200 человек, с которыми я общаюсь. А вы жаворонок или сова? Вы там или Шолпан? Как? А где вы, ну, знакомитесь с парнями? У вас есть окружение, вы работаете? Инстаграм, может. А? Вы работаете на улице? Да, наверное. Я дворник. Ужасл Елен. Сожраю деревья. Пока познакомилась с Тополем. Она же ходит, я спросил, у Ясеня. Что он номеролог? А есть мужики, не женатые, холостые мужики, есть в зале похлопать, пожалуйста? Ты успокойся за все хлопать. У тебя, брат, на футболке написано Найман. Найман еще, да, брат? А тебе сколько лет? Найман. 22. 22 нормально, Таншалпан? Таншалпан. Таншалпан, а где ты работаешь? А, извините, пожалуйста. Вот пока ты, блядь, ты пытаешься познакомиться, он садится в тюрьму. И передачки отправляет. Нет, она уже, она когда перед присяжным выступает, она еще подмигинит кому-то. Подсудимый виноват, не виноват, пои, блядь мне. Что делаешь вечером, братишка? Вау. Господин судья, долго процесс будет? Там нам ехать пора уже. Таншалпан, а ты по каким делам адвокат? По бракоразводным? По уголовным. По уголовным адвокат? Вау, ну конечно, смени сферу деятельности. Бракоразводные дела бери, там как раз мужики разведенные. Только ты сильно за жену не добишься, чтобы половину имущества ей не отдать. 70 на 30 вам пойдет. Мне как раз останется, я потом 35 на 35 поделюсь с ним. А ты с какого города сама? С юга? Охреный город, юг. Обожаю этот город. Она с этого, соус парка. Кенни, it is you. Нет, а почему у вас мужа нет? Нет, вы красивая, симпатичная, классная. Симпатичная. Вы красивая, симпатичная, нормальная. Ну пойдет. Фу, вообще не очень. Девушка. Прикинь, такой. Нумеролог вообще расклад делал или чисто внешний так? Ты замуж не выйдешь, Таншалпан. Я даже цифры считать не буду. А вам надо сказать, какого года? Да тут не поможет. Хоть 2001. Нет, Таншалпан. Давайте посмотрю. Красивая девушка. Нет, красивая. Вы с юга, с какого юга? А вы были замужем? Нет. Вряд ли. И, честно говоря, и не надо. Ну в плане, вы думаете, там что-то интересное? Да там вот. А вот я? Да. Каждый день себе спрошу, нахуй, я вот так. Вот даже семейная пара аплодирует. Нет, а вы что думаете, мужики каждое утро не просыпаются с этим вопросом? Просыпаешь, на нее смотришь, потому что, нахуй, это мне все. Да, брак это вообще... Потому что, ты прикинь, ты живешь жизнь, в которой ты каждый день, нахуй, не прав. Так она-то права в этом браке. Ты каждый день не прав, каждый день не прав, ты каждый день, нахуй, каждый день. И при этом эти люди тебе это говорят, а ты их еще всех содержишь, вот такой обмен. Вот это энергообмен мощный. Таншалпан, ты вот в это хочешь? Мужик вот так. А, ты хитренькая такая. Так она еще адвокат, вы же богатая, получается, успешная женщина, да? Ну. Может вы просто... Вот вы отказываете 22-летнего, под себя его воспитайте. Вы еще адвокат, его... А это ваши подружки. А вы, девочки, замужем. Нет. Да окружение менять надо, потому что... С кем поведешься? Если ты общаешься с пятью миллиардерами, ты шестой миллиардер. Если с пятью незамужними, ты шестая, ты замужняя. Вот. А не тебя в свое болото, Татьяна. Нет. Может ты? Подождите, а вас как зовут, здравствуйте, по центру? Эльми... Я говорю, за каждым столом по Эльмире должно быть. Это государственная программа. Да. За каждый стол по Эльмире. К каждому сельхозработнику по комбайну. Эльмира. Вы не замужем. Вам сколько лет? Ну и вот. А ты переживаешь, Танжопан. Тебе еще пять лет... Эльмира вот уже ни хуй не переживает. В Эльмире уже круиз среднего возраста начинается. Она уже в Харли Дэвисоне и в кожаной куртке по комбай разъезжает. Эльмира, эта, которая в пять утра в бла-бла стоит. Царица. Эльмира, а вы были замужем? Нет? А что? Прикинь, я ей говорю, тема же брак. Такие мы. Брак вообще классно. Танжопан не надо. Просто ее нумерологам надо доверять им очень. А вот рядом... А вот... А вот какой-то бутерброд? Эльмира, может вы между ними сидели и загадали не жениться никогда и замуж не выходить, точнее. Вы тоже не замужем. А вам сколько? Тридцать один. У вас какой-то чат в ватсапе? Что? Это вы... Не замужние астанчанки. Это две Танжопан с разных вселенных просто в одну попали. Ей тридцать один, ей тридцать один. А вы не адвокат? Как? Эльмира, а ты откуда? Из Омска. И как вы так далеко друг от друга были? Где вы? А что вас объединяет? Ненависть к мужчинам? Есть клуб бывших жен, есть клуб не жен. А вот они там и были. Что вас объединяет? Вы вдвоем две Танжопан спасли Эльмиру от тюрьмы? Спасли две Танжопан супергероини. Эльмира, где вы нашли двух Танжопан с юга? А вы, незамужние 34-летние, вы вот так время проводите? На мафию. На мафию. Музыкальные квизы. Эти тут жопы моют целый день. Эти джинны, джинны. Эти одну жопу моют, потом вторая уже грязная. Еще муж приходит, э, встал я, а вы на мафию пошли. На квизы пошли. На квизы. И такие, хочу замуж. Блядь. У вас интересная жизнь. На мафию. Остальные, кроме грязных жоп, нихуя не видели. И сегодня на стендап пришли. Он ей купил три коктейля. Наски нюхает, это вообще. Вау. Вообще, мы антиреклама брака, я вам клянусь. А вы, наоборот, реклама, девочки. Вы реклама счастья. Счастья? Конечно. Вы еще выиграете, вы не выиграете на 36-31. Выиграете все на 44. Нет, я шучу. Нет, соски же, да? Это, Тан Шоу Пан, тебе 10 тысяч. Если я маникюр, я не знаю. Да. Давай просто поближе ее посмотрим. Ближе подойди на свет. В чем проблема, поймем? Это что за тигрица-то, Тан Шоу Пан? Давайте похлопай, Тан Шоу Пан. Тан Шоу Пан. Найман, глаза сломаешь, убери глаза свои. Думаешь, я не вижу? Найманщику десятку дайте, он будет работать. Три дня у вас. Он за 10 тысяч 22 года пахать готов. Он из-под ног не вылезет. Он даже с каким-то мужиком пришел. За 7-ю он пришел с ним. У этого мужика за 10 тысяч выкупите его. Да, в народе он как стертый язык известен. Ты букву «Р» выплюнула, наконец-то? Залина. Она такая... О, Зарина. Косатрышку нужно было хорошую сделать. Логопед говорит, вот так сделаете? Свою шерстью. Клевую шерстью. Честно, басом аруб турб. Сильно не угорайте, голова болит. Да. Не, но Астана упускает Таншоу Пан, конечно. Так, тут рассказ. Знакомый снимал фильмы «18 плюс» с девушкой. Это хорошо, что ты... Знакомый. Слушай дальше, не разгоняй, блядь. Слушай. В конце оказалось, что это далеко не девушка, а трансгендер. Далеко не девушка. Подожди, а кто спрашивает? Найманчик. Я просто знаю эти вопросы по типу «знакомый». А вот и трансгендер. Это знакомый был. Знакомый. Это не я, это знакомый снимал. Да. Вау, Таншоу Пан, бери, пока горячий. Он уже из трансгендера попробовал. Ты снимал с родственниками? Нет, дай, дай, дочитаю, это не конец. А, это не конец еще? Заново начнем. Знакомый снимал фильмы «18 плюс» с девушкой. В конце оказалось, что это далеко не девушка, а трансгендер. Как мне продолжить жить, как мне продолжить с ним общение? И стоит ли? Стоит ли? Ну, он, наверное, хотел сказать «и стоит ли», но я прочитал «и стоит ли». Ну, у тебя в 20-е годы точно стоит, я надеюсь. Стоит ли в небрачном фильме? Нет, подожди, в скобках. ПС, я не гей. Точно? Брат, если... Ну, не брат. А что ты с мужиком приезжаешь? А, найманчик. А? Незнакомый? Ну, геи всегда незнакомые. Потом, когда сосутся, узнают друг друга поближе. Брат, ты не гей? Просто рубашка обтягивающая. Мы тебя хотим уже. У меня уже соски торчат. Как тебя зовут? Алимжан. Ты один пришел. Да? У тебя есть жена. Ты в шоке от вопроса, да, тоже, как и мы? Ты чуть отсел, я вижу. А мы знаем, мы чувствуем соединение сердец. А где он достал этот трансгендера? Где он снимал эти видео? Как тебя зовут вообще? Алишер. Он не знал вообще. Думаю, это девочка отлично. Нет, но где? Это мы прочитали же? Где нашел? Нет, тут написано, он снимал фильмы. Он за весь фильм не понял, что это... Как развивался сюжет, что он не понял? Операцию? Но это фильм без хэппи-энда, я так понял, да? А как он узнал, что трансгендер, если она сделала операцию? Она член в коробке показала? Не, она в конце, в конце, в конце... Та-дам! Та-дам! В конце мужским голосом сказала, Рахмет, братан. А? Теперь я тебя. Рассказала? Че рассказала? Или показала потом еще? Не, ну он же... Так же после операции все, это же не мужик, это девушка же уже. Ну, все нормально. Рассказала? Конечно, продолжу с ним общение. Можно и до операции, вдруг когда-то сделает. Ты поэтому говоришь, что ты с Алимжаном не знаком? Поэтому из-за этого не хочешь продолжать с ним общение? Я его знать не знаю. Так а где фильм посмотреть можно? Это самое главное. Какие были смешные ситуации во время секса? Короче, однажды я снимал фильм 18+. Снимаю, снимаю. В конце оказалось, это трансгендер. И от меня друг ушел. Да. Но это было в Таиланде. Да, и теперь мы вместе выступаем. А какие у тебя были... Смотрите, короче, когда камеру включаете, сверху вот так этот... Молнию нажмете, этот не будет вспышка ярить. Какая молния у нее? Какая молния у нее? Андроид. Какая молния? Да? Если Андроид просто ебни по столу его и поменять телефон. А, последний? Больше не будешь покупать телефон? Последний. Все, это я больше не буду брать. Крайний. Еще есть вопрос. Если можно, самые конченные хобби. Самые конченные хобби — ходить на музыкальные квизы. Это хорошее время пребреждения. Это тот шоу. Тот шоу. Как выйти замуж, если ты патологоанатом? Таншалпан, ты че, патологоанатом? А? Эльмира, ты патологоанатом? Вот стуки профессии адвокат. Патологоанатом. Вы же по разные стороны работаете. Эльмира, вы патологоанатом? Эльмира. Да? Вау, ну надо начинать общаться с живыми людьми. Нет, хорошо, сегодня все угорают. Прикинь, зал мертвого был. Он скажет, как на работе у меня. А тебя вообще не напрягает, что мы все тут разговариваем? Не пугает ее? Что много людей, и все что-то общаются. Эрни его говорит, не страшно. И она на свидании сидит и говорит, что-то ты слишком разговорчивый. Ласковолки вы. Эльмира, ты знаешь, почему замуж не можешь выйти? Потому что ты все члены видела уже. Это правда? А вы прямо разрезаете, да, вот это все делаете? Да? А как ты к этому пришла? В Омске было холодно. Почему ты... Чем тебе нравятся мертвые люди? Чем тебе привлекают они? Поступила? Некрасиво поступила. Одного человечка так закопала и понеслось. Эльмира, у вас нет профдеформации? На свидание приходите, примерно размер гроба вот так. Не, она же не по гробам, она же в холодильниках упакована. Она такая, блин, этого получается в правый сектор закинули. Там пошире у нас ящички. Нету профдеформации? Какие есть минусы в вашей работе? Тихий коллектив. Спокойный коллектив. А было такое, что кто-то проснулся? Бывает же клиническое... Ноль недовольных отзывов, правильно? В два диз чисто пять звездочек-то. Вообще, Эльмира красотка. Так разрезала меня вообще. Ничего не почувствовал. Я пишу сейчас из рая. Настолько красивый шов, что я здесь в раю вы... А у вас есть инструкция на случай, если кто-то проснется, что сказать ему, типа... Брат, подожди, нам доделать... А? Никто не просыпает. Ты сначала горлышко, да? Нет, а если клиническая смерть? Трупы? Ты так говоришь об этом, как будто вам чипсы привозят. Вчера поставка была. Нам уже привозят трупы. Вот свеженьких завезли. А эти джины, джины, вот... Вы джины, представляете, она вокруг них живет. А ты прям на работу весело идешь? Ну, в смысле? Типа, сегодня четыре человечка. Алиса, поставь что-нибудь веселое. Нет, она такая, в кабинет заходит. Алиса, музыку для разрезания людей. И там Рамштайн. Духа, смех. Духа. Вот, можешь умереть, еще сразу к ней. Вы сильно не кашляйте, а то у нас патологонатом в здании. Вау, Эльмира клево. А мужчины, может, мужчины этого боятся? Они начинают с тобой знакомиться, ты такая, я трупов люблю. А когда ты, а когда ты, Гриш? Когда он уже лежит голый вот так. Ой, что-то у тебя губки посинели. Дай-ка я тебе скальпелем пройдусь. Когда он лежит голый под белой простыней. Это моя фантазия. Иди в холодильник, сядь. Че-то ты слишком теплый. Давайте я льдом обмажу. Вау. Так, подожди, адвокат, патологонатом, Танжелпан, вы чем занимаетесь-то? Программист. Как вы в этой компании оказались? Фу, там Танжелпан, программист. Как им весело. Поэтому вы и не замужем. У вас столько разговоров есть о работе, каждая. Не, прикольно. Эльмира же на мафию ходит. Ей говорят, утром мафия просыпается. Убили вот этого. Она говорит, ну я пойду его резать. Кого убили, тебя? Пойдем. Она говорит, не клиническое точно, да? Реально умное. Хочешь, я скажу, за что тебя убили? Я установлю причину смерти. А у вас такого не бывает? Танжелпан, ты, да помнишь, защищала его? Вчера у меня был. Вау. Да, наркотики он же перевозил. Я когда открывал, она шла. Внутри они были. Фу. Ну, Эльмира, на тебе пятеру тоже. Ладно, хороший вопрос. Да, просто хочется посмотреть вживую на патологонатома. Вживую именно хочется посмотреть на патологонатома, а не когда умру. Эльмира, а у тебя сильные руки? Да. Да? Тебе 36? Ты хорошо выглядишь. Да, она, конечно, в холоде все время. Она сохранилась хорошо. Да, она домой не уходит, она же в морозильник рядом ложится. Давайте ее тоже чуть-чуть. Она только чуть-чуть пледиком укроется. Почему нам так трудно принять комплимент, но так легко принять пиццу? Пиццу. 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 Вот это разворот вопроса. Пиццу. А кто это написал? Почему пиццу? Че там в конце? Пиццу. Пиццу. Пиццу? Что? Кто больше? Пиццу, пиццу, пиццу. Мы сейчас тебя к патологонатому нахуй отправим. Что? Почему нам так трудно принять комплимент, но так легко принять пиццу? Пиццу, а заведение комплиментов? Нормально все? Кадым где пиццам, а? Как тебя зовут? Айман. Ты с кем пришла? Твой психотерапевт? Лечащий врач вывел тебя на улицу? Из больницы вдвоем сбежали? Санитар. Муж твой? Да? Как тебя зовут? Медед. Медед. Она всегда так разговаривает, да? Непонятно. Она такая, Медед, мы поедем в отпуск или дверь? Медед такой, ты предложение заканчиваешь. Мы сегодня пойдем в ресторан или кафель? Медед, на завтрак что будешь? Яичницу или трактор я поеду кататься по городу? Медед, ни одного ответа на вопрос не знаешь. Медед всегда говорит первое, первое, первое. Сразу первое, 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 все, Астаны. Это когда тебе говорят, казах ты линтандаушен, ты сразу ек, ек, ек. Это даже бурды бас. Ты такой, не, казахшист с ним, но серьезный момент, затупить могу. Да, и к басам сразу. Как я еще все это проговорил, четко, без акцента. Да нет, я казахский очень хорошо знаю. Просто эту фразу часто слышу в телефоне. Я потому что всегда с Билайном ругаюсь, если из-за интернета плохого. Не, давайте только за эту шутку я вам пять тысяч дам, давайте. Ладно. Я чуть не умер. Айман думает, так отсюда пойти, оттуда. Тебе пять тысяч или, может быть, дверь на? На поле чудес, хуй не зовите. Десять тысяч или приз. И там достает огурец, он такой, о, хотел сказать огурец. Не ваш автомобиль. Огурец, бирдер. Все, Айман, спасибо тебе. Лев, это был последний вопрос, отлично. Это топ-шоу. Это. Это топ-шоу. Это топ-шоу. Это топ-шоу. Топ-шоу.